Это Кривой Рог. Город, по приезде в который так и хочется сказать «Жених приехал». В 35 километрах от его центра, в разделенном на двое Ингулецком районе, находится поселок Степное, более известный среди местных жителей как Отвод. Если вы захотите воспользоваться картами и доехать до какой-нибудь из его улиц, Google без проблем построит вам маршрут. Только вот лучше вам ехать на Белазе, потому что приедете вы прямиком в железорудный карьер. Большинства обозначенных на карте улиц в реальности уже не существует, да и оставшимся домам жить осталось недолго. Вполне вероятно, что к тому моменту, когда вы посмотрите это видео, каких-то зданий уже не будет, и их поглотит монструозный карьер, глубиной почти полкилометра. Несмотря на то, что поселок Степное входит в городскую черту, путь сюда напоминает поездку за город. Минуя Криворожь Сталь и Южный горно-обогатительный комбинат, сюда ведет единственная двухполосная дорога. Днем напоминающая кадры из балабановского груза 200, а ночью переносящая вас в Малхолланд Драйв Дэвида Линча. Именно в такой атмосфере, пробираясь через кромешную тьму, я ехал сюда поздно вечером накануне перед съемками. В тот день я успел доехать из Киева до поселка Долинское, о котором на канале уже есть видео, и отсняв нужные материалы, к вечеру добрался до Кривого Рога. Поскольку Степное расположено далеко от какого бы то ни было съемного жилья, а на следующий день в моих планах было посетить еще один объект и до ночи вернуться в Киев, я решил максимально сжать график и заночевать в машине, прямо возле Степного. А рано утром, как только выйдет хоть какое-то солнце, сразу же отправится на съемку. Для ночевки я выбрал на карте берег озера, а точнее затопленного карьера, относящегося, как я прочитал позже, к ландшафтному заказнику. Три водоема, как и рельеф вокруг, носят здесь рукотворный характер и являются отработанными землями, заново поросшими степной растительностью. Местность была для меня незнакома, и я уже было приготовился пробираться через какую-нибудь малопроходимую грунтовку при свете фар, но, к моему удивлению, к озеру вела хоть и узкая, но идеально заасфальтированная дорога. Правда, проходила она аккурат через кладбище, так что главное было не зацепить бампером чью-нибудь могилу. Возможно, кому-то ситуация покажется странной. Незнакомое место, ночь, озеро, кладбище. Дело в том, что такие ситуации при подготовке видео для этого канала скорее норма. К тому же Кривой Рог – одно из тех мест, где придумывать себе лёгкий сценарий как-то скучно. Красоту того места, в котором я остановился, удалось оценить только на утро, после, в общем-то, бессонной ночи на сложенных задних креслах. К тому же ночью гораздо сильнее чувствовался запах заводских выбросов, лично мне напоминающий запах сжённых покрышек. Если днём к нему привыкаешь за несколько минут и перестаёшь чувствовать, то ночью от него было не отделаться. Возможно, дело было просто в изменившемся направлении ветра. Однако более вероятно, что в ночное время предприятие увеличивает мощность производства из-за более низкого тарифа на электроэнергию. Так что, по-видимому, это были ароматы Криворож-стали, расположенной в 20 километрах севернее. Сам посёлок Степное показался мне одним из самых тревожных мест, в которых я когда-либо был. Снимая материалы для цикла о заброшенной Украине, я ни разу, ни до, ни после Степного, не испытывал чувства страха или тревоги. Намёк на похожие ощущения и то, разве что возле отдельных домов, посещал меня в Долинской, но где-то на заднем фоне всегда был слышен шум проезжающих машин или мелькали силуэты людей. Да и сам посёлок в его заселённой части выглядел вполне уютно по украинским меркам, а искатели закладок, которых я встречал при съёмках, никакой опасности не представляли. То же самое могу сказать и о Цукроварове, где редкие местные жители высаживают во дворах цветы и охотно приглашают вас к беседе, если понимают, что вы пришли без плохих намерений. А посёлок Орбита, что в Черкасской области, лично мне и вовсе показался вполне неплохим местом для жизни, по крайней мере в летнее время. Однако в Степном всё оказалось совершенно по-другому. Повторюсь, это было единственным заброшенным местом в Украине, за исключением провальных воронок, что здесь же в Кривом Роге, которое мне хотелось как можно скорее покинуть. Причин тому было несколько. Во-первых, практически бессонная ночь. Во-вторых, в этот раз я поехал на съёмки один, что было бы абсолютно нормально для других мест, но не для Степного. И, к слову, вам я тоже не советую посещать его в одиночку. Ниже расскажу почему. В-третьих, сыграла роль мрачная погода последних чисел октября, затянутое утреннее небо и мросящий дождь. Но даже в совокупности всё это было не так важно, на фоне того, как выглядел сам посёлок вживую. В отличие от Долинской, Орбиты или переполненной туристами Припяти, Степное — это настоящие неподдельные заброшки, без человеческих голосов и шума автомобилей, где-то там на заднем плане. Проезд для машин здесь перекрыт, асфальт практически везде снят, а бывшие улицы иссечены насыпями и траншеями. Таким образом, вся территория как бы поделена на участки с препятствиями, ограничивающими ваш обзор. Иными словами, переходя в следующий квартал по насыпи или по дну оврага, вы как бы переходите на следующий уровень игры, не зная, что вас там ждёт. А также, что или кто остался у вас за спиной. Лично меня не покидала мысль, что если с человеком здесь что-нибудь произойдёт, искать его здесь не будет никто. Спрятать здесь что угодно или кого угодно проще простого. Кроме того, под конец съёмок, когда я обошёл всё, что осталось от посёлка, ко мне прицепилась стая собак, которых я в целом не боюсь, но они не успокаивались и не отставали от меня, не давая делать резких движений. В конце концов, на их лай из одного заброшенного дома вышла женщина, по виду бездомная и, возможно, не совсем в себе. Дока, что делаете? Вы тут же выхармоняете. Не исключаю, что эти детали её образа дорисовало моё воображение. Но что было делать обычной женщине в полуразвалившемся здании, где нечего охранять? Да ещё и осенью, рано утром. Увидев меня, она замахала руками, показывая, чтобы я уходил. Окружённый лающими собаками, я попытался сказать ей, что ничего плохого делать не собираюсь, вот только отсниму ещё пару последних кадров. Но мои аргументы её не впечатлили. Понимая, что обстановка не располагает к разговору, тем более, что всё нужное было уже отснято, я медленно, чтобы не провоцировать собак, пошёл в сторону выхода из этого Твинпикса. И с переходом каждой насыпи в сторону припаркованного авто, когда собаки наконец от меня отстали, чувствовал облегчение, что всё это вот-вот закончится. Карусельный глаз медвежий, трусной краской нарисован, отбирая в вечер нежно шоткаланные засолы, бриллиантовых гирляндов, кто кидается, кто млнится, что я просто бриллианта, и надеял анализа. Биллиантовых гирляндов За описанием личных впечатлений я совсем ничего не рассказал о том, что именно привело посёлок Степное в такое состояние. Большая часть домов здесь была построена с 40-х по 60-е годы для работников шахты Центральная. Чего-то особо примечательного рассказать о Степном нельзя. Обычный шахтёрский посёлок, обычные сведения о надоях и квадратных метрах. Более десятка улиц, около сотни домов, клуб, магазины, всё как везде. Однако уже в 50-х годах подземные рудники перестали обеспечивать доменное производство нужными объёмами сырья, и было принято решение о строительстве ГОКов, горнообогатительных комбинатов по добыче и переработке бедных руд. В 1953-м в Крымомброге началось строительство первого такого комбината, использующего запасы железистых кварцитов, горных пород с невысоким содержанием железа. Вместе со строительством ГОКов было заложено несколько карьеров и отведены территории под складирование ненужных пород, из-за чего город Кривой Рог вытянулся на десятки километров. Посёлку Степном попросту не повезло оказаться слишком близко к одному из таких карьеров, принадлежащих Ингулецкому комбинату. На сегодня длина карьера, если считать вместе с отвалами, достигает 6 километров. Для сравнения, в Киеве это расстояние от Майдана Независимости до станции метро Дорогожичи или Голосеевская, а во Львове это весь центр города с прилегающими ближними окраинами. Глубина Ингулецкого карьера 400 метров или почти что полкилометра, если учитывать верхние горизонты. Попав под санитарную зону карьера в 2000-х, посёлок был запланирован под снос, и попавшие в объектив дома также будут вскоре снесены. Посёлок тает на глазах, и при съёмках я не обнаружил многих зданий, которые видел в других видео при подготовке материала. Так что, если хотите запечатлеть последние конвульсии посёлка Степное, делайте это сейчас, но помня о мерах безопасности. Сведения о том, что происходило со Степным последние полтора десятка лет, разнятся. Некоторые источники говорят, что всех жителей переселили в новые дома в 2009-м. Однако мне встретилась публикация, датированная 2012-м годом, где о сносе говорят в будущем времени. Местный сайт сообщает о том, что Ингулецкий ГОК заявил о намерении отселить жильцов и предоставить им новое жильё, а старые дома снести. В этой же публикации сообщается о том, что у переселенцев ожидает 4 новостройки, возведённых за счёт комбинатов в прилегающих посёлках. Кроме того, в сети мне встретились предположения, что жители переезжали в торопях, не успев как следует упаковать вещи, о чём якобы свидетельствуют брошенные фотографии и детские игрушки. Так ли всё происходило на самом деле, поручиться не могу. Так что, если вы бывший житель Степнова, оставьте комментарий, когда и как прошёл процесс вашего переселения. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ